Вы видите этого парня? Это Карл Джозеф. И то, что вы видите сейчас, это иллюзия. Вам кажется, что у него нет одной ноги. Наверняка он играет в какой-то особой сборной и тренируется с паралимпийцами. А что, если я скажу вам, что он обыграет вас в баскетбол и футбол? На одном из соревнований по легкой атлетике он прыгнул в высоту 173 сантиметра, после чего метнул ядро на 12 метров. Он ставил рекорды в большинстве соревнований, в которых участвовал. Он гораздо сильнее и профессиональнее, чем многие спортсмены с двумя руками и ногами, которые уже много лет занимаются данными видами спорта. Но что стоит за всем этим? И вы, и я понимаем, что это не дешевый успех. Это каждодневный кропотливый труд до седьмого пота. Но видео не о том, что можно достичь всего, надо только захотеть. Это вы уже и так неоднократно слышали. Я бы хотел рассказать про два принципа, благодаря которым, по моему мнению, в жизни происходят такие победы над собой. Принцип номер один. Делай больше. Гранд Гордон в своей книге «Правила в 10 раз больше» отобразил этот принцип. Концентрируясь на задаче и делая намного больше, чем другие, уже само по себе продвигает вас ближе к цели. Конечно, при условии, что вы бьете в нужную точку. Иначе бывает, что мы делаем много всего, а выхлопа нет. Такие ситуации мы, конечно, не учитываем. Вместе с этим вступает в действие «Правила 10 тысяч часов», о котором писал Малкольм Гладуэлл в книге «Гении и аутсайдеры». Человек отрабатывает навык в течение 10 тысяч часов и становится настоящим мастером. Одноногий Карл Джозеф постоянно тренировался и готов был мириться с тем, что у него отсутствует конечность. Его намерение было настолько велико, что еще в седьмом классе он создал собственную баскетбольную команду. Стоя под кольцом, он прыгал и забрасывал мяч. Он играл и в уличный футбол, и ему часто приходилось драться со старшими ребятами. Все это закалило его характер. Без второго правила, по моему мнению, первое правило было бы неэффективно. Он следовал внутреннему голосу. Он знал, чего он хочет, поэтому не сомневался в том, что он добивался нужной цели. Про внутренний голос очень хорошо написал Стив Кови в книге «Восьмой навык». Навык слушать и слышать себя – это важнейший на пути к себе и обретению внутреннего голоса. У Джозефа он был, и поэтому он боролся. И такой пример не один. Все знают, кто такой Ник Вуйчич. И мало кто знает, кто такой Кайл Мейнгард, который написал книгу «Никаких оправданий». У него нет ног и рук по локоть. Несмотря на это, он смог стать чемпионом штата по вольной борьбе среди обычных спортсменов. «Как такое может быть?» – спросите вы. У него был внутренний голос. Он не собирался мириться с текущей ситуацией и работал в 10 раз больше остальных. Чтобы было понятнее, я перевел эту теорию в схему. Первое. Делай больше других, тогда ты будешь впереди. Есть много людей, которым по умолчанию что-то дается легче. Но история полна примеров, когда первыми становились именно те, кто изначально был в проигрыше. А вот без второго принципа можно делать очень много по жизни и однажды понять, что делал не то, что хотел. То есть первый принцип без второго не работает. Шел, бился, терпел, проливал пот и кровь, но в итоге понял, что шел не туда. Принцип внутреннего голоса – это понимание, чего ты хочешь в жизни. Я понимаю, что вы спросите, а как понять, чего я хочу? Напишите в комментариях, и я запишу видео на эту тему. А также посмотрите мое видео про то, как найти предназначение. И, кстати, ваш внутренний голос я и считаю предназначением. Вывод, что предназначение в течение жизни может быть разным. Мы проходим разные этапы, и везде от нас требуются новые действия. Еще бы я добавил к этому пункту, что ты не можешь не делать. Невзирая ни на что, ты не можешь не делать что-либо. Ты одержим. И это то, что приносит счастье. Итак, два принципа. Конечно, вы можете добавить, что надо еще иметь цель. Но цель уже входит в понятие внутреннего голоса. Или вы скажете, что надо быть целеустремленным. Но это и есть, когда ты не можешь не делать. Ну вот, пожалуй, и все. А какие еще самые важные вещи на кути к успеху могут быть? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Сейчас есть столько возможностей, как никогда. Для вас открыты все библиотеки мира и лучших университетов. Через интернет можно обучиться почти всему. Интернет стирает рамки и границы. Можно открыть путь к любому инструменту и любой области, в которую вы можете стать профессионалом. Например, Джулиус Его научился метать копье, смотря ролики на YouTube. Он известен тем, что в юном возрасте учился технике метания копья самостоятельно, просматривая видеоролики с выступлениями олимпийских чемпионов Яна Железного и Андреаса Торкельсена. В Кении у Его есть прозвище «Мистер Ютубмен». Заниматься с тренером он начал только после того, как выиграл все африканские соревнования. Но до сих пор большую часть года тренируется самостоятельно. А также запомните, что самые великие люди выбирали свою область не из-за того, сколько там можно заработать, не то, где мало или много конкуренции. Они не оценивали, какой статус в обществе им даст то или иное дело. Они просто не могли не делать. Они нашли свою страсть и они были счастливы. И соревновались они в первую очередь с самими собой. Поделитесь этим видео, если вы нашли в нем вдохновение для себя. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова